добро пожаловать обратно в ужасы сегодня я покажу тебе американский фильм об ограблении зомби 2021 года под названием армия мертвых впереди спойлеры будь осторожен и осторожен в начале фильма военный конвой сша покидает зону 51 в середине колонны грузовик везет огромный контейнер который по-видимому имеет большое значение тем временем молодожены едут с противоположной стороны поскольку им не терпится добраться до дома они начинают заниматься сексом в машине отвлекшись их машина сталкивается с контейнеровозом в результате чего происходит мощный взрыв в результате сверхсекретный контейнер скатывается на несколько метров вниз и внезапно открывается мужчинам приказано отойти от контейнера когда внезапно из контейнера появляется существо похожее на зомби в отличие от традиционных зомби которые медлительны этот чрезвычайно проворен и силен это уничтожает солдат одного за другим когда два солдата пытаются сбежать зомби легко их задерживают и уничтожают через некоторое время зараженные солдаты тоже оживили зомби вместе с альфа зомби они направляются в лас-вегас следующей сцене нам показывают что зомби заразили и опустошили большую часть города проводится военное вмешательство но зомби легко одолевают их тем временем группа храбрых людей сражается с зомби и каким-то образом умудряется сбежать из города который был полностью окруженный у которого не осталось других альтернатив правительство решает вести карантин во всем городе чтобы вести блокировку в действие они строят большую стену вокруг города прошло шесть лет и теперь правительство сформулировала новую стратегию направленную на то чтобы покончить с постоянно растущим населением зомби для этого они планируют взорвать весь город ядерной бомбой далее нас знакомят с бывшим армейцем и наемником по имени скот который сейчас работает в ресторане однажды к нему подходит богатый гангстер блайт анака и сообщает о ядерных взрывах которые правительство собирается провести в зараженных городах в то время как правительство пообещало доставить все личные вещи и ценности их законному владельцу 200 миллионов близ а застрявших в его казино вегасе являются незаконными и следовательно не могут быть сообщены властям в результате он ищет способы сэкономить деньги он предлагает скоту что если он доставит свои деньги из своего казино он даст ему 50 миллионов долларов поначалу неохотно скот наконец соглашается поняв что деньги могут изменить его жизнь была и также позволяет скоту выбирать свою собственную банду однако у него есть всего 96 часов до того как правительство осуществит ядерные взрывы следующей сцене нас знакомит с дочерью скотта кейт которая работает социальным работником лагерь беженцев расположен за пределами лас-вегаса где проживает много бедных и беззащитных людей среди них есть женщина по имени гита которая является матерью двух девочек во время очередного визита кейт спрашивает гиту все ли с ней в порядке но последняя отвечает что ей нужны деньги в результате она планирует исследовать заброшенный лас-вегас но обещает вернуться обратно как только получит деньги услышав это кейт забеспокоилась и немедленно остановила ее упомянув что скоро все будет хорошо мы также узнаем что кейт в депрессии из-за смерти своей матери оказывается скоту пришлось вывести свою собственную жену после того как она заразилась кейт наблюдала за происходящим и это оставило глубокий шрам в ее сознании в следующей сцене скотт звонит блаю и говорит ему что он готов к миссии затем он вербует своих старых товарищей марью круз иван дёрой а также пилота вертолета марианну петерс немецкого взломщика сейфов людвига дитера и снайпера из чекана майки гусмана которого сопровождают его сообщники партнер блай мартин тоже решает присоединиться к отряду чтобы следить за ними после сбора команды блай информирует группу о плане позже скотт и его команда отправятся в лагерь и увидится со своей дочерью кейт направляет их лили контрабандистки знакомой с городом лили в свою очередь вербует берта камингса жестокого охранника лагеря тем временем кейт узнает что гита вошла в вегас и что она незнакома с этим районом подвергая свою жизнь опасности затем кейт спрашивает скота может ли она сопровождать их чтобы помочь нити скотт первый сопротивляется но в конце концов соглашается после того как группа будет сформирована они вооружаться огнестрельным оружием и отправиться в вегас следующей сцене банда бесшумно пробирается в город который был опустошен зомби внезапно перед ними появляется зомби тигр по имени валентайн поскольку в город нет дороги лили нарочно стреляет в берта и ругает его за то что он пытал невинных женщин в лагере затем она рассказывает что для того чтобы получить безопасный проход они должны принести жертву альфам более интеллектуальной и могущественной кучки зомби впоследствии раненая птица доставляется в казино о олимпа с альфа самкой известный как королева где он заражается альфа лидером зевсом затем кейт предлагает поискать гиту потому что она незнакома с этим районом однако скотт отвергает ее идею и сообщает ей что у них нет на это времени это злит кейт при поддержке лили группа продвигается вперед и входит в здание только чтобы найти нескольких впавших в спячку зомби затем скотт кладет несколько светящихся палочек с помощью которых группа продолжает движение однако компаньон майки чемберс создает помехи которые пробуждают зомби она пытается сопротивляться но зомби слишком сильны ее легко одолеть когда чем бирсу кушана она понимает что не сможет выжить следовательно она приказывает своей команде застрелить ее гусман подчиняется и стреляет в канистру с бензином у нее на спине уничтожая ее вместе с большой ордой зомби следующей сцене отряд наконец добирается до казино где они находят точно такую же карту которую блайт предоставил им ранее это означает что нынешний отряд не единственный отряд участвующий в миссии оказывается блай пытался со многими другими командами вернуть свои деньги после этого команда распадается мария и марианна направились крыше чтобы заправить вертолет топливом в то время как скотт и кейт объединяются чтобы отремонтировать электричество в здании тем временем лили и мартин находится снаружи казино чтобы охранять участников внутри вот мартин раскрывает что он здесь чтобы взять образец крови королевы альфа предлагает сделку лили после чего она стреляет в воздух чтобы привлечь к ним королеву с другой стороны людвиг майки и вандерха выходят вперед чтобы открыть сейф сейф находится как раз в конце комнаты где находится большое количество трупов предыдущих отрядов увидев груду убитых тел людвиг предполагает что в комнате есть ловушки он считает что для защиты большой суммы денег должен был быть введен высокий уровень безопасности в другом месте гита показана на башне олимпа с двумя другими женщинами после того как зевс похитил ее кейт узнает о местонахождении гиты и решает помочь ей она выходит из казино одна и направляется к башне в поисках ее в другом месте мартин и лили заманивают королеву зомби и мартин стреляет в нее несколько раз пока не уничтожит ее затем он отрубает ей голову и держит ее в сумке затем мартин раскрывает настоящий план блай он продолжает что блай больше не интересуется деньгами но интересуется их кровью для создания группы зомби которые будут следовать приказам армии услышав это лили пугается так как знает что зевс придет за ними теперь когда его жена устранена позже когда отряд смотрит новости они узнают что правительственный план бомбардировки города был подготовлен и начнется примерно через 90 минут в другом месте людвиг наконец открывает хранилище где хранится огромная сумма денег виде это группа начинает радоваться и на мгновение забывает о хаосе снаружи после их короткого празднования они начинают наполнять свои сумки деньгами снаружи зевс находит разрубленный труп своей жены и приходит в ярость он отвозит ее тело в башню олимпа где выясняется что она была беременна его ребенком обезумевшие от гибели их обоих зевс приказывает альфам уничтожить отряд скотта через несколько минут все альфы включая валентина доберутся до казино и начнут атаковать отряд первая жертва мария которая была со скоттом в поисках пропавший кейт мартин с другой стороны пытается сбежать из казино заперев других членов отряда в подвале вместе с зомби он объясняет что блай заботится только о голове зомби которая может создать целую армию зомби для правительства однако когда он выходит на улицу он обнаруживает что лили украла голову королевы и установила вместо нее счетчик денег когда он проклинает лили валентайн появляется из ниоткуда и устраняет его тем временем зевс спустился в подвал там он встречает вандерха и людвига и сразу же начинает нападать на них ван дёрхо пытается отбиться от него но альфа зомби легко одолевает его так как он вот-вот будет устранен людвиг на мгновение отвлекает зомби и запирает вандерха в хранилище жертвуя собой в процессе в другом месте скотт лили и микки продолжают сражаться с зомби направляясь на крышу внезапно майки поймали зомби что побудило его последовать примеру чемберса и пожертвовать собой в процессе он также уничтожает деньги которые носил с собой когда группа достигает крыши они находят марианну готовой к спасению на вертолете когда скотт собирается сесть в вертолет появляется зевс и противостоит ему затем лили вытаскивает голову королевой своей сумки и целиться в нее из пистолета чтобы отвлечь внимание зевса от скота затем лили просит скотта сбежать оттуда без нее скотт неохотно подчиняется и убегает с марианной чтобы найти свою дочь вернувшись на крышу мы видим что голова королевы все еще жива поскольку мозги зомби содержит их силы затем лили подходит краю крыши угрожая уронить голову но зевс смертельно пронзает ее но прежде чем она умрет она сбрасывает голову королевы с крыши что полностью разрушает ее до взрыва ядерной бомбы осталось всего девять минут скотт просит марианну помочь забрать кейт из казино олимпус затем она сажает его на крышу когда скотт отправляется на поиски своей дочери внизу кейт обнаруживает гиту и сэди целыми и невредимыми однако берд который теперь стал альфой следует за ней когда три девочки пытаются выбраться берд нападает на сэди и уничтожает ее но прежде чем он доберет на гиты кейт уничтожает его зевс тоже добирается до башни и натравливает на них армию зомби однако скотт прибывает в самый последний момент и использует гранатомет чтобы подчинить зевса когда гита кейт и скотт поднимаются на крышу они обнаруживают что вертолет отсутствует к счастью появляется марианна с вертолетом и все трое поднимаются на борт как раз в тот момент когда они собираются уходить появляется зевс и прыгает в вертолет в то время как скотт пытается выбросить зомби он непреднамеренно стреляет в марианну заставляя вертолет бесконтрольно отклоняться несмотря на то что в него стреляли мариане каким-то образом удается вывести их из карантинного города прямо перед тем как ядерная бомба уничтожит его к несчастью для скота его укусил зевс но когда зомби на мгновение ослеплен вспышкой от ядерного заряда скотт уничтожает его своим пистолетом ударные волны от взрыва приводит к крушению вертолета уничтожая марианну и гиту кейт выбралась живой и встретила скота который предлагает ей деньги чтобы она могла начать новую жизнь затем он начинает превращаться в зомби когда приближается спасательный вертолет кейт неохотно устраняет его и начинает плакать после того как вегас превратился в повстанцев невредимый вандерха выходит из хранилища с оставшимися деньгами в следующей сцене он едет в юту и арендует частный самолет до мехико находясь в самолете ему внезапно становится плохо и он направляется в ванную там он узнает что его укусили фильм заканчивается когда ван дер роя начинает превращаться в зомби обязательно подпишись и включи уведомления чтобы ты мог смотреть больше подобных видео спасибо что посмотрел